Твой настрой перед этим боем, меньше слов, больше дела. Я бы хотел спросить, почему у тебя именно такой настрой? Я просто сфокусирован, а враг пусть будет в страхе неизведанного, пусть он боится этого. Вот и всё, платите и увидите мою работу. То есть ты воспринимаешь его как врага в этом поединке? Да, однозначно. Труп. Он труп. А почему так? Ты считаешь, что он изменился с вашего поединка в январе? Да мне срать на него, честно говоря. Я так воспринимаю его. Он труп, он мёртвое тело. Безликий оппонент, которому он одирует задницу, которого унесут на носилках. После боя в январе ты пришёл на пресс-конференцию, и я был удивлён, что ты уже разобрал поединок, нашёл какие-то моменты, что ты делал, что он делал. Скажи, с января что ещё ты извлёк из этого боя? Я всегда делаю это, знаешь, я анализирую поединок, неважно победа, поражение или ничья. Я возвращаюсь к работе и смотрю, что нужно делать, что не нужно делать, что работало, что нет и так далее. Вот что я делаю. Считай, что это мой хлеб. Давай остановимся на этом. Что тебе нужно сделать иначе? Какие поправки ты внёс? Да, я просто сфокусировался на ММА, 85% того лагеря были в боксе, я готовился к бою с Манни-Пакьяо, затем этот бой всплыл. Изначально это должно было стать благотворительным ивентом, даже не в UFC, так что мне просто стало его жалко, и я подумал, ладно, помогу ему. И вот и всё, бой прошёл как прошёл, и я оступился, но ничего, это прекрасно. Поражение — это секретный ингредиент успеха, как я говорю, и это вывело меня на идеальную позицию. Этот бой напоминает мне второй бой с Диезом. Люди спрашивают кучу вопросов, потому что ты проиграл первый бой, но ты ведь процветаешь в моментах, когда всё стоит на кону. Единственное отличие от поединка с Диезом — это то, что я выбрасываю смертельные удары. Каждый удар, который я выбросил в этом лагере, был смертельным. Так что, знаешь, вот и всё, я убью его. После второго боя ты говорил, что тебе нужно быть легче на ногах, удалось ли тебе вернуться к этому, или ты нашёл новую гибридную систему, которая ещё лучше? Как я сказал, вы заплатите, чтобы увидеть мою работу. В этом я не сомневаюсь. К слову, Дэн Уайт говорит, что, возможно, это будет самое большое мэпервью в истории. Чувствуешь ли ты это? Чувствуешь ли ты, насколько огромен этот поединок? Это всегда, всегда так, когда Мак в городе. Ты рад вернуться в Вегас для этого? Здорово вернуться в Лас-Вегас, здорово вернуться в США, я был в Калифорнии до этого. Я очень люблю это место, и я заряжен вернуться, в очередной раз поднять экономику Лас-Вегаса, устроить шоу для фанатов и выдать жёсткий нокаут.